Добрый день! В эфире Рябунг-ТВ. У нас в гостях генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Анатольевич Лепехин. Добрый день, Владимир Анатольевич! Спасибо, что приняли наше приглашение и вышли на прямую связь с нами. Владимир Анатольевич, сейчас в России проходят выборы в Государственную Думу. Изменится ли внешнеполитический курс? Есть ли такая вероятность после окончания этих выборов? Владимир Анатольевич, сейчас в России не будет. И те 10 партий, которые в выборах участвуют тоже помимо парламентских партий, они вряд ли разбавят состав этих парламентских партий, то есть вряд ли они получат более 5% голосов. Ну, правда, прокремлевские эксперты надеются, что в Государственную Думу пройдет партия «Новые люди» и всячески стараются каким-то образом поддержать эту партию. Ей дали «Зеленую улицу» в средствах массовой информации. У этой партии есть деньги, поскольку возглавляет олигарх, такой парфюмерный олигарх, глава фирмы «Фаберли». Ну, и есть как бы такие мнения, что невозможно, что эти партии натянут какое-то количество голосов, чтобы они все-таки прошли в Государственной Думе или по меньшей мере, лидер этой партии получил свой мандат. Значит, рейтинги показывают такие объективные данные социологические, что на самом деле на пятом месте находится и могла бы преодолеть 5-процентный барьер партия пенсионеров. Да, то есть партия, которая, может быть, негромко ведет свою кампанию, но учитывая, что она продвигает одну из самых больных тем сегодня в России, это, значит, корректировка пенсионной реформы и пенсионной реформы, которая проводится в России. Пенсионеры или нынешние пенсионеры или будущие пенсионеры, их почти четыре десятка миллионов, поэтому рейтинг этой партии от 6 до 8% на сегодняшний день. Но, по всей видимости, правящие партии не очень-то довольны, не очень-то хотят, чтобы партия пенсионеров прошла в Государственную Думу, поэтому, конечно, будут какие-то препятствия, возможно, спецификации, связанные с тем, что этой партией будут отнимать голоса. Вот, в любом случае, большинство экспертов ожидает, что Единая Россия, рейтинг которой на сегодняшний день не более 28%, тем не менее, посредством вот разных таких административных утешений, технологий наберет, до 40% голосов может набрать. Ну, и учитывая, что везде, в одномандатных округах, практически выборы проходят безальтернативно, потому что реально альтернативные кандидаты, ну, они либо блокируются, либо были синтезы выборов под разным предлогом, ну, пожалуй, только несколько человек может иметь шансы, то есть, не единороссов пройти в Государственную Думу, ну, поэтому почти тотально в одномандатных округах будут избраны представители Единой России. Вот за счет того, что у нас парламент избирается наполовину по мажоритарным округам и только наполовину по партиям, вот эта половина плюс 40%, ну, многие говорят о том, что вполне возможно, что партия власти вновь получит конституционное большинство или около того. В любом случае, это будет больше половины мандатов. Вот, значит, поскольку ситуация не изменится, ну, и не только по этим причинам, по многим другим, курса, изменения курса не будет, то есть, страна находится в ситуации такой подмороженности определенной политической системы, то есть, руководство страны не хочет проводить глубокую политическую реформу, не видит причин, по которым нужно это делать. Вот, и несмотря на то, что внешние угрозы по отношению к России нарастают, тем не менее, культуры власти, к сожалению, пока вот не делаются шагу в плане каких-то серьезных перемен в области политики. На недавней встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко обсуждалась тема дальнейшей интеграции в рамках союзного государства. В этой связи, и в связи с тем, что в Армении есть движение, которое выступает за включение Армении в союзное государство, есть ли вероятность, что эти процессы активизируются? Что касается последних событий, связанных с углублением интеграции России и Белоруссии, то, с моей точки зрения, эта интеграция идет довольно медленно. Но мы понимаем, в какой ситуации находилась Белоруссия еще год назад, и после августа прошлого года появился такой катализатор или мотив руководства Белоруссии не заниматься многовекторной политикой, а более тесно выстраивать отношения с Россией. Вот сегодня мы видим, что такой процесс пошел, и хотя он идет медленно, в целом, мне кажется, процесс достаточно позитивный, тем более в тех условиях, которые сегодня складываются, скажем так, в отношениях России с Белоруссией как транзитным государством. Потому что мы помним, что тут Польша очень активно интригует и пытается отказаться от транзита газа, и, следовательно, возникает вопрос по транзиту российского газа через Белорусь. И выпадение доходов очень серьезных для этой республики. Но, тем не менее, Путин и Лукашенко о многом договорились. И это нужно рассматривать как некий позитивный процесс. В этом смысле та идея, которая существует в Армении, создание союзного государства России и Армении, я считаю, сверхпродуктивной. Я недавно, буквально четыре дня назад выступал в эфире телеканала «День», где подробно рассказывал о перспективах этого союза и критиковал российское руководство, что оно недостаточно активно в этом направлении. Но учитывая, что вот эта формула, которая утверждается сегодня, нового типа союзного государства между Россией и Белоруссией, где речь идет не только о вопросах чисто экономического свойства, но также поднимаются вопросы социальные, а также рассматривается сотрудничество уже, так скажем, по внешнеполитическим проблемам, вполне возможно, что это подтолкнет Россию к более активной политике в отношении выстраивания каких-то союзнических отношений с Арменией. Но я имею в виду формате продвижения самой идеи союзного государства Армении и России. Поэтому перспективы некоторые есть, но отмечу, что я уже об этом сказал, что возникают новые внешние угрозы. Эти угрозы ширятся. И помимо той ситуации очень непростой, которая складывается на Южном Кавказе сегодня с угрозами со стороны Турции прежде всего и тех западных стран, которые ее поддерживают, ее экспансионистскую политику в направлении Армении прежде всего, а также Грузии и Северного Кавказа, возникла угроза, связанная с консолидацией ряда таких радикальных исламистских группировок в Северной Азии, которые патронируют Турцию, Пакистан. Я имею в виду в первую очередь ту ситуацию, которая складывается в Афганистане, где к власти пришел Талибан. Часто начинаются активные интриги после ухода Соединенных Штатов Америки из Афганистана, когда определенные геополитические игроки начинают выстраивать связку между Пакистаном, Турцией и Талибаном. И та энергия, которая там накапливается, вот эти глобалистские игроки пытаются перенаправить ее на Север, то есть в сторону стран Центральной Азии. Это так или иначе затронет Южный Кавказ, поэтому это целый блок очень серьезных проблем новых, которые, конечно же, будут препятствовать интеграционным процессам на евразийском пространстве. И тот саммит ОДКБ, который прошел на дне Душанбе, он, собственно, вызван как раз беспокойством стран-членов ОДКБ вот этой вот новой угрозы. То есть насколько она серьезна для Евразийского экономического союза, для проблем интеграции, для процессов интеграции на постсоветском пространстве и в целом для новых независимых стран Кавказа и Центральной Азии. Совсем скоро исполняется годовщина событий 44-дневной войны в Карабахе. В прошлом году, как мы знаем, 27 сентября началась Вторая Карабахская война. И по итогам соглашения, которое было 9 ноября подписано, мы видим, что год прошел, но все равно ситуация, она очень нестабильная, взрывоопасная. Как вы видите дальнейшее развитие ситуации в этом плане? Ну, я неоднократно выступал и на вашем канале, и в российской прессе, и в армянской прессе, говоря о том, что... А с ошибкой, когда на такой активности, решительности в отражении той экспансии, которая была организована Азербайганом и Турцией, сразу же в первые дни после начала войны, 44-дневной, вот, и вступило в дивансовых миротворцев на годный Карабах довольно поздно. Вот, сейчас такое время, когда нужно осмыслить, осмыслить этих ошибок и решить, что делать дальше. И я говорил, что основная причина того, что Россия, может быть, недостаточно активно здесь действовала, связана как раз с разладом российско-армянских отношений, которые произошли после прихода к власти Пашиняна и его команды. Вот, а тем курсом, который был взят руководством Армении на запад, соответственно, охлаждением, взаимодействием с Россией. Вот, если бы армянское руководство и российское руководство действовали слаженно, более того, действительно придерживали союзных отношений, я думаю, что эта война, она, по крайней мере, не длилась бы 44 дня, а закончилась гораздо раньше и с наименьшими потерями для Армении. Вот, и, соответственно, авторитет России в регионе был бы гораздо выше, чем сегодня. Вот, ну, тут возникает вопрос, что делать дальше, учитывая, что экспансия, прежде всего, в Курции продолжается в этот регион. Вот, я уже сказал о том, что появляются внешние, ну, и внешние угрозы. Возможно, это тот фактор, который как раз заставит Россию действовать более решительно через какое-то время. Вот, по крайней мере, сейчас это осмысление проходит. Вопрос только в том, куда сегодня ориентируется армянское руководство. Потому что выборы, которые состоялись, и которые дали победу Кашиняна, ну, собственно, мне кажется, что они не очень-то отрезвили армянское руководство, в том числе в отношении тех событий, которые сегодня проходят по границам между Арменией и Азербайджаном. Вот, то есть есть эйфория такой, достаточно... Убедительные победы у Кашиняна. Ну, и поэтому нет, как бы, желания менять эту ситуацию, да, и выстраивать какую-то новую внешнюю политику, новую оборонную политику. Вот, поэтому тут я, как бы, не могу давать рекомендации армянской стороне. Собственно, вы больше специалистов в этом вопросе. Каким образом влиять на то, чтобы руководство Армении более активно отстраивало свои собственные интересы, а также интересы армянства в Арсахе. Вот, я могу говорить только за Россию, в том плане, что, с одной стороны, да, лично я высказываю недовольство тем, что российское руководство действует достаточно медленно, по всем направлениям тех активностей против Российской Федерации, которые существуют сегодня в Прибалтике, в Молдове, на Украине, на Донбассе, в Белоруссии, на Южном Кавказе, в Центральной Азии и так далее, и так далее. То есть фронт этих проблем огромен. Наверное, это основная причина, что Россия не может собраться и как-то мобилизовать свои силы и выработать такую целостную политику в отношении вот этих всех локальных наступлений, которые координируются из нескольких убежденных центров силы Запада. Вот тем не менее я усматриваю некую перспективу в том плане, что предполагаю, что будет активизация ДКБ, что дам некоторый новый импульс интеграции с тем соглашением, которое сегодня есть между Россией и Белоруссией. В конечном счете, я думаю, что есть некоторые припосылки к тому, чтобы Россия более активно действовала и на армянском направлении. Вот вы сказали про активизацию ДКБ. Как раз в сентябре председательство в ДКБ переходит к Армении. В связи с этим можно ли ожидать, что ДКБ более активно будет проявлять позицию в плане ситуации на Южном Кавказе? Я уже сказал, что ДКБ в любом случае будет действовать более активно в ближайшее время. По крайней мере, сама ситуация в геополитике подталкивает ДКБ к каким-то новым шагам, более активным. То, что Армения возглавит ДКБ в следующем году, это шанс для армянского руководства действительно использовать ДКБ в интересах опасности Армении, продвинуть в структуру ДКБ свою точку зрения, свою линию. И, конечно, если армянское руководство не использует этот шанс, то будет очень плохо. Ситуация, как складывается, благоприятно для Армении. В том плане, что этот союз, договор военный, он сегодня вверх в руки армянского руководства, поэтому нужно это использовать. Владимир Анатольевич, большое спасибо за интервью. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова